Продолжение следует... Это информационная служба канала «Новый век» в студии Юлия Шмидт и о событиях выпуска. 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Эта дата была утверждена с целью содействия языковому и культурному многообразию и разноязычию. И сегодня, ко дню родного языка в 19-м детском саду Кызыла прошло красочное мероприятие, где родителям и детям продемонстрировали языковое и культурное многообразие России и всего мира. Воспитанники дошкольного учреждения показали, что приобщение к вековым традициям своего народа и есть сохранение национального достояния народа. Мы с Бишкерка, Скорбеставра, хотим вас приветствовать на своем родном кызском языке. В начале праздника мамы и дети разных национальностей приветствуют зрителей на родных языках, ведь у человека самые близкие люди – это родители. Значит, язык, на котором они говорят, называется родным. Сегодня воспитанники детского сада номер 19 города Кызыла продемонстрировали языковое и культурное разнообразие России и мира. По сценарию юные журналисты готовят репортаж о культуре представителей тех языков, которым обучаются в детском саду. Наш детский сад посещает дети многих национальностей, и вот мы организовали такой фестиваль. У нас в детском саду работают учителя английского языка, тувинского языка и русского языка. Поэтому дети подготовительной старшей группы, где изучают английский, тувинский, русский язык, приняли такое активное участие на этом фестивале. Каждая нация, представленная на фестивале – это неповторимая культура и традиции. Маленькие представители русского народа окунулись в мир всем известных сказок и выразительно рассказали стихотворения о силе русского языка. Владея русским языком, хочешь ты поговоришь, индус, испанин, и бурят, с тобой по-русски говорят. Любовь к родной республике дети, представлявшие тувинский народ, выразили через национальную игру «Кажек». Прославленными и зажигательными шотландскими танцами была представлена культура англоязычных наций. Каждый ребенок, принимавший участие в фестивале языков, четко понимал, культуру какой национальности они продемонстрировали. Я сейчас в костюме шотландского танца. А кто такие шотландцы, знаешь? Да. Кто это? Шотландцы – это такие люди, живут они очень-очень далеко. Обучая детей родному языку, воспитатели решают важную задачу воспитания любви, бережного отношения, интереса к своей родине и к родному краю, а также уважению к людям разных национальностей. Наша цель вообще, я думаю, глобальная, и мы должны с самого детства прививать любовь к родному языку. И это самая главная цель, что, хотя у нас дети, можно сказать, уникальные в нашей республике, в нашем городе. Организованный фестиваль, помимо приобщения к обычаям родного народа, к его духовным и нравственным ценностям, имеет еще один плюс – дети пополняют свой словарный запас. Соня, какие тувинские слова ты знаешь? Два слова. Ава и чай. Тувинская база авиационной охраны лесов от пожаров участвует во всероссийских учениях парашютистов и десантников авиалесоохраны России. Они проходят на аэродроме Шушенская. Учение – это своего рода подготовка к грядущему пожароопасному сезону. Командиры региональных авиабаз получают допуск на тушение пожаров, знакомятся с новым самолетом и изучают новые парашютные системы. В учениях принимают участие 26 команд из Дальнего Востока, Сибири, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Подробности воздушной тренировки узнавала моя коллега Анастасия Маслова. На аэродроме Шушенской собрались представители всех многолесных регионов, на территории которых и осуществляется пожарная авиаохрана. Это своего рода лесной десант. Они не только следят за пожароопасной обстановкой с воздуха. Сотрудники авиалесоохраны десантируются в труднодоступные места с самолетов. Поэтому прыжки с парашютом – неотъемлемая часть учений. Смотри, раскрывается почти за отпуском. Не рвануло. Открытие нормально. Спуски совершались на высоте от 10 до 40 метров. Каждый десантник пожарный должен был совершить 5 прыжков. На учениях тестировалось и новое снаряжение. Чтобы командиры могли оценить преимущества нового спецпарашюта «Лесник-3» и возможно внедрить его в своем регионе. Данная парашютная система отличается от используемой тем, что более простая. У нее по выходу из самолета сразу проводится принудительное раскрытие парашюта. Естественно, это уже упрощает. Это позволяет и снизить высоту покидания самолета, и, соответственно, более надежное раскрытие. А более надежное раскрытие, соответственно, уже человек более спокоен. И второе. Парашют семисекционный на большой площади. Как вы видели, очень тяжело и медленно снижается. Здесь есть возможность, вы видите, груз прицеплять, то есть уже автономно с грузом прыгать. Еще одно новшество – это новая модель самолета Ан-2. С его борта пожарные десантники также совершали спуски. У новой модели самолета вдвое больше грузоподъемность, скорость и дальность полета. Он может работать на различных видах топлива. При этом сохранены традиционные преимущества Ан-2. Например, возможность взлетать и садиться с короткой взлетно-посадочной полосы. Главное, как говорят сами пожарные десантники, вовремя обнаружить возгорание и потушить. Наша группа команды на пожарах, это поручнистые 6 человек, там, грубо говоря, на самолете там летает. Ну, можно побольше, когда большой самолет. Так, Ан-2, там 6 человек с грузом. Вжар обнаружили, высадились, потушили на малых площадях. Авиалес охрана уже более 85 лет является единственной российской службой, которая осуществляет мониторинг и тушение лесных пожаров в труднодоступных районах страны. Эти сборы, как повышение квалификации для сотрудников, пожарные десантники делятся опытом и еще раз отрабатывают свои навыки, чтобы грядущий пожароопасный сезон обошелся без серьезных чрезвычайных происшествий. Анастасия Маслова, телекомпания Новый Век. Впереди реклама, оставайтесь с нами на канале Новый Век. Ходим ножками, щупаем ручками и удивляемся глазками. Подарки для ваших любимых в РБТ.РУ. Так, машинка для стрижки Ремингтон по интернет-цене 1890 рублей. РБТ.РУ. Приглашаем вас за подарками к празднику Шага. Выставка продажа самоцветов и изделий из натурального камня. С 10 по 19 февраля в Национальном музее. Уважаемые потребители АО «ТВА Энергосбыт». Оплатить за электроэнергию, произвести сверку и передать показания прибора учета можно не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться личным кабинетом на сайте АО «ТВА Энергосбыт». На главной странице сайта выберите вкладку «Личный кабинет потребителя». В предлагаемых полях введите номер лицевого счета и фамилию абонента. Далее вам откроется информация о начислениях и оплатах по вашему лицевому счету. Оплатить за потребленную электроэнергию можно через любую из предложенных ниже платежных систем. Справки по телефону 560 87. Накануне в агентстве по делам национальности прошел пресс-завтрак с участием руководителя агентства Веры Лапшаковой и представителями СМИ. Встреча прошла в формате пресс-завтрака. Напомним, агентство было создано осенью 2016 года указом главы Республики Шалбана Караола. В первостепенной задаче нового ведомства он обозначил осуществление мер, направленных на укрепление единства многонационального народа Тувы. Руководитель агентства Верла Пшакова рассказала, что реализация государственной национальной политики в Туве, помимо взаимодействия и выстраивания системной работы с национальными диаспорами и объединениями, включает в себя множество других вопросов. Они связаны с коренными малочисленными народами Севера, взаимодействием с религиозными организациями и развитием казачества. Также в агентстве по делам национальности Республики представителям СМИ рассказали о приоритетах в работе и предстоящем журналистском конкурсе «Нагаликая Тува». Начальник отдела национальной политики агентства Нургуяна Кычкина-Макарь рассказала об ассамблее народов Тувы и о молодежном крыле. В молодежное крыло ассамблеи народов Республики вошли 25 человек. Это не только представители национально-культурных землячеств и диаспор, а также молодежь из абсолютно разных сфер. Задача молодежи – популяризировать межнациональные отношения в Туве. Мы объявляем конкурс журналистов и авторов, это могут быть даже не журналисты, пишущих о Туве, о традициях, культуре, истории нашей республики. Призовой фонд конкурса – 100 тысяч рублей. Положение мы сегодня уже разместим в официальной группе ВКонтакте, разошлем коллегам сайта, на сайт правительства, конечно, выставим. В Абакане задержали жителей Тувы, воровавших аккумуляторы. С заявлениями о пропаже аккумуляторов в полицию Абакана за двое суток обратились сразу три водителя. В ночь с 12 на 13 февраля аккумуляторы были похищены с КамАЗов, стоявших на улицах Тувинска и Кирова в Абакане. Ущерб каждый из заявителей оценил более чем в 15 тысяч рублей. На сутки злоумышленники затихли, а в ночь с 14 на 15 февраля вновь совершили кражу аккумулятора с автомобиля Ниссан-Дизель, припаркованного возле дома на улице Торосова. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны оперуполномоченными уголовного розыска. Двое мужчин приехали в Абакан с друзьями на своем автомобиле из республики Тува. Молодые люди решили подзаработать противозаконным способом. Похищенное они сдавали на металлолом. В настоящее время часть аккумуляторов изъята. Мужчины задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело. Максимальная мера наказания в данном случае до пяти лет лишения свободы. Со 2 по 9 февраля группа священнослужителей Иемирян из Кызыла во главе с епископом Кызыльским и Тувинским Феофаном совершила паломничество на Святую Землю в сопровождении Иннокении Евдокии. Насельницы женского Горненского монастыря в Иерусалиме. Паломники посетили места, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, Божьей Матери и святых угодников, и поклонились их святыням. Среди них место рождения Спасителя – Вифлеемская пещера, река Иордан, в которой крестился Иисус Христос, место Рождества Пресвятой Богородицы в Иерусалиме, гробница Божьей Матери и Гефсиманский сад, а также монастыри. Паломники прошли по крестному пути Спасителя, приняли участие в служении всеночного бдения в Горненском монастыре и ночной божественной литургии в храме Гроба Господня. 3 февраля группа паломников из Кызыла принял Феофил III, патриарх Иерусалимский. Патриарх Феофил вручил епискому Феофану памятный крест и панагию. А владыка подарил патриарху архипастерский посох из хаглиматолита, сделанный тувинским мастером-камнерезом. 10 февраля по возвращении в Россию паломники посетили также Троицы Сергия и его лавру, где имели возможность помолиться у мощей преподобного Сергия Радонежского. А сейчас о погоде. Далее в эфире прогноз погоды на ближайшие сутки. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в студии Ксения Перумова. Для начала расскажу о нашем партнере – магазине Медтехника. Магазин предлагает широкий выбор ионизаторов воздуха – лампы Чижевского, благодаря которым уменьшается токсичность воздуха и происходит его очищение от пыли и микробов. Лампа нейтрализует вредное влияние экранов телевизоров, дисплеев и компьютера. Также ионизаторы благотворно влияют на выращивание растений и животных. Магазин Медтехника Калинина 3, дробь 3, сокольный этаж. Магазин Медтехника. У нас вы найдете все, что поможет поддержать ваше здоровье в домашних условиях. Массажеры, ингаляторы, кварц, солевые лампы, лампы Чижевского. Также в наличии медицинская одежда и аксессуары. Халаты, перчатки, шапочки, маски, чехлы на фалендоскопы и многое другое. Калинина 3, дробь 3, магазин Медтехника. Будьте здоровы! Ну а теперь о погоде на предстоящие сутки. Синоптики обещают нам довольно морозное утро, минус 32 градуса. Днем будет пасмурно, возможно, небольшой снег. За окном минус 24. А вечером и ночью температура воздуха составит 22 градуса ниже нуля. Атмосферное давление 709 мм ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Геомагнитное поле спокойно. На этом все. Я желаю вам приятного вечера и до встречи. Лавиноопасная обстановка на территории Красноярского края сохранится до конца недели. По информации метеорологов, в период с 15 по 18 февраля на федеральной автодороге М54 в горных районах, в районе Буйбинского перевала, лавина опасна. Ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 33 градуса, днем минус 10, минус 20 градусов. Подрядными организациями принимаются все меры по обеспечению безопасного проезда по автодороге М54 Енисей. Привлечено более 30 единиц дорожной техники. Проезжая часть постоянно обрабатывается противогололедными материалами. У Портура Енисей просит водителей быть предельно осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим. На этом наш выпуск завершен. Новости нового века вы всегда можете посмотреть на нашем ютуб-канале Тувинская единая служба информации. Всего доброго и до скорых встреч. Новости нового века